Мы вернулись в Старток. И мы обсуждаем пионеров науки последнего столетия. И у меня тут кое-кто, кто написал про эту книгу. Дэнни Вашингтон. И Дэнни, ты справилась с этим, а твой научный бэкграунд связан с морской биологией. И ты взялась за этот проект, чувствуя, что есть ученые, которым уделено незаслуженно мало внимания. Именно. Мы только-только закончили говорить об одной из пионерок в моей сфере, Вере Рубин. Расскажи нам еще, есть ли кто-то из медицины? Да, Элис Болл. Она была химиком. Родилась в 1892 году, и именно она придумала первое лекарство от лепры, известное также как болезнь Хансона. В 23 года. Здорово получается, если она родилась в 1897, а потом через 23 года изобрела лекарство от лепры, то это как бы слишком поздно для библейских героев. Да, еще как поздно. Да ладно, у них был Иисус. Тогда Иисус буквально был полной медицинской страховкой за весь библейский период. Понимаете, да? Типа, о боже, у меня кожа отваливается, где же носит Иисуса? О боже, моя нога, не могу ходить. Да где же Иисус? Мои глаза я не вижу. Да чего ты? Это есть Иисус. Все, чувак. Все нормально? Все с тобой хорошо? Все отлично, ты можешь видеть. Можешь ходить, можешь видеть. Порядок? Так она родилась в 1892? Да, в 1892, в штате Вашингтон. Ей было всего 23. Блин, ребята. Жесть, она крутая. Расскажи нам о лепре. Я вот только… Мы так говорим, что звучит это как какая-то библейская болезнь, но что происходит на самом деле? Этим еще кто-то болеет? Да, этим все еще болеют. Но для лечения есть современные технологии, то есть лекарства Элисбол уже не используют. Есть новые фармакологические продукты для этого. Но ее открытие для специализированного лечения очень помогло тем, кто страдал, чтобы их не увозили в лагеря и не подвергали астракизму. Они могли продолжать функционировать. И что мне больше всего нравится, она занялась этим из личного любопытства и создала лекарства, изучая корень Кава-Кава в университете на Гавайях. Она крутила-вертела этот корень, потом перешла к гавайскому дереву Чаульмугра, произвела дистилляцию и выяснила, что если ввести это тому, кто страдает от лепры, это поможет заживить ранки. Погоди, погоди, стоп. Кто так делает вообще? Типа, вот есть дерево, давай-ка я извлеку из него экстракт, вскипячу корешок, вот, а кто хочет протестировать это на себя? Где тут логика? И кто разрешил это? У меня тут рука отваливается, вкалите-ка мне что-нибудь. Ну, кстати, смысл есть. Именно. Должна быть какая-то ниточка любопытства, которая заставит тебя подумать, что что-то может сработать таким-то образом. Это были известные племенам эффекты, и она работала с этим. Не припомню такого из своего исследования, но, полагаю, это дерево могло и раньше использоваться в лечебных целях. И так как она работала на Гавайях над своей PHD и над исследованиями, у нее к нему был доступ, а ее наставник и коллега, доктор Гарри Ди Холлман, который был одним из ее важнейших партнеров, он же и подтолкнул ее к этому, так как он работал с больными лепрой. То есть у него были все условия, чтобы создать какое-то новое действенное лекарство. А ведь долгое время больных лепрой определяли в особой колонии, что звучит… Ну, не знаю, что еще тогда можно было сделать с этим всем, но все же… Это то, что не хотелось бы делать, покуда идет прогресс. На острове Малакаи на Гавайях был один полуостров, где был такой лагерь. Это очень грустно, потому что людей отрывали от их семей, и они просто влачили жалкое существование изо дня в день. Поэтому созданное ею лекарство было чем-то революционным, а ведь люди по всему миру страдали от этой заразы. Получила ли она в итоге признание за это открытие? Ну, так вышло, что она умерла в 24 года. Что? О боже. Она только-только совершила открытие. Только не говори, что она умерла из-за лепры. Боже, нет. Она случайно отравилась парами хлора в лаборатории. В общем, это было происшествие в лаборатории. Это очень печально. Ее руководителю пришлось искать кого-то еще из коллег, и этот человек, декан, присвоил себе ее открытие. И его метод лечения – это была большая неудача. Но как бы он ни пытался, переубедить коллег не получалось, пока в конце 20 века один библиотекарь Гавайского университета не заметил, что было одно дерево Чаульмугра на весь кампус. И вот он провел небольшое расследование и обнаружил, что Элис была как раз той, кто сделал открытие. И тогда, уже спустя множество лет, она получила признание. Лейтенант губернатора в 2000 году установил праздник в честь Элис Болл. 29 февраля. Круто. Очень круто. Но погоди-ка, отмечают же его не каждый год. Почему не каждый год? А, высокосный же. Ну да, как-то странно. Не знаю, почему именно этот день выбрали. Им стоило сперва проверить календарь. Короче, каждые четыре года отмечается день… День Элис Болл. Это как Кубок Мира, в принципе. Ну да, раз в четыре года. Что-то в этом есть особенное. Дэнни, я немного календарный гик, это вот моя любовь на стороне. Обдумывать календари, какой календарь правильный, в общем… 2100, по идее, высокосный. Но по текущим календарным правилам нет. То есть там 29 февраля не будет. В результате аж 8 лет не будет празднования Дня Элис Болл. Нужно попросить лейтенанта губернатора Гавайи решить этот вопрос. Полностью поддерживаю. Пора поменять деньги. Скажи ему позвонить мне. Мы все решим. А что было с деканом? О, не знаю. Не копалось в этом вопросе. Только вот знаю, что он был одним из докторов, кто присвоил себе ее открытие. Хотя оно ему не принадлежало. Да, не принадлежало. Это все, что мы хотели знать. Да. Что ж, Дэнни, о ком еще расскажешь? Есть у меня еще одна ученая, которой я восхищаюсь. Она была индийским ботаником по имени Джанаки Амал. Она известна как одна из лучших индийских ботаников. Она была пионером цитогенетики, и в честь нее даже два растения назвали. Погоди-ка, нельзя просто пройти мимо этого слова и не объяснить его. Притвориться, что все знают, о чем речь. Цитогенетика — это что такое? Цитогенетика. Вы тут слышите знакомую генетику, так что там речь об изучении хромосом. Но кроме того, там о роли хромосом в наследственности, то есть всякие признаки, передаваемые разными живыми организмами. В ее случае она изучала наследственность у растений, что очень круто. Она даже создала новый вид сахарного тростника, что позволило людям в Индии производить больше сахарной продукции. И когда она этим занималась? Ух, боже, она родилась в 1897-м. Так что это начало 20-го века. То есть она ученая 20-го века. Я имею в виду, это весьма агрессивно. Для этого, я бы сказал, нужен сильный напор. Сейчас у нее было бы преимущество использования суперкомпьютеров, которыми мы пользуемся, чтобы отслеживать такие штуки. Она наверняка совершила бы невероятное открытие сегодня. О да. Она была бы рок-звездой, имея современную технику. И поразительно, как много она сумела сделать с тем, что было. И ведь она росла в Индии, у нее было 19 братьев и сестер. Я как-то слышал, но без подробностей, что она остановила гидроэлектростанцию. Расскажешь? Да, она остановила строительство гидроэлектростанции на реке на своей малой родине. И это было очень важно. В том районе было около тысячи эндемических растений, которых нигде больше в мире нет. Она показала миру как успехи в науке, так и в активизме. Просто чтобы поддерживать сохранение окружающей среды. Это то, с чем нужно работать и сегодня. Пытаться защитить те места на нашей планете, которые играют важнейшую роль для нашего здоровья и стабильности в будущем. Да даже думать в таком ключе уже шаг, ведь многие думают, строительство газ крутяк, будет больше электричества. Многие не задумываются о разнообразии видов и о том, к чему приведет затопление каких-то зон. В этом вопросе она была очень смелой и одной из первых. У нас хотя бы есть электричество, позволяющее нам увидеть, в каком мы дерьме. О да, можно включить свет и посмотреть, как все плохо. Насладиться тем, как мы все испоганили. Сынок, посмотри на это. Чак, это напомнило мне о комике Гэри Ларсоне. Была сценка, где отец и сын пилят огромное дерево. И вот мы видим оставшийся пень. И вот он говорит, сынок, эти окружности нас пили. Они показывают все. Там как-то так было. Эта окружность показывает, как оно пережило ураган, а вот это, как оно пережило... Лесной пожар, ага. И вот он прошелся по всем катастрофам, которые пережило дерево. Ага. А потом его просто срубили. Срубили, ага. Бессмыслица. В общем, Дэнни, хотел бы я, чтобы на моей визитке было написано, что я остановил строительство ГЭС. Причем полностью. Она дала слово природе, которую никто не слышал. В нашем, человеческом смысле. И вот, за что я ее еще уважаю, она говорила о биосфере как о том, что продолжит существовать с нами или без нас. И я думаю, это то, что всем нам надо понимать. Ведь мы можем менять природу из-за наших эгоистичных целей. Но она все равно будет жить. Мы просто самоуничтожимся, если продолжим в том же духе. А природа-то вернется. Однажды мы увидим, что сурикаты живут в наших многоэтажках. Ага. Покрытых лианами. Выглядывающих из окон. Почему только сурикаты? Да все животные. Это случайный выбор. Кто-то тут пересмотрел Короля льва. Кто-то смотрел «Поместье сурикат»? Это очень крутое шоу. Драматичное. Никогда не слышал, но гляну. Обязательно посмотри. Раз уж ты советую, что точно посмотрю. Сурикатам же все любопытно. Да, они такие. О боже, там что-то есть, смотри. А что такое фитогеография? У меня это в заметках просто. Это когда отмечают на карте расположение растений. Она этим занималась на той территории, чем помогла учредить национальный парк Сайлент-Вэлли в Кирале в Индии. То есть то место, где хотели установить ГЭС, ее усилиями стало национальным парком. Что просто невероятно. Погоди, хочу задать вопрос. Нил, ты вот занимался космосом, но вот вам обоим. Был такой эпизод, когда вы обсуждали такой, ну и в ковчег для семян. Когда люди собрали разные семена со всего мира и поместили в безопасное место, если я не ошибаюсь. Нет, ну, ноев ковчег. Я хотел для всех живых организмов, не только для семян. Что-то типа нищебродского ноева ковчега. Да, как-то ограничено. Дэнни, что ты знаешь об этом? Да, существует банк семян, где находятся сотни тысяч семян, существующих сейчас на Земле для хранения на случай апокалипсиса. То есть, если в нас врежется астероид, у нас будет то, что можно выращивать. Если он врежется куда-то, где не Норвегия. Да, именно, важное замечание. Это ведь как Александрийская библиотека. Давайте поместим все книги в одну библиотеку, там они будут в сохранности. Библиотека сгорела, и ничего не осталось. Наверное, следовало бы иметь два банка семян в разных концах Земли. Это имеет смысл. Хорошая идея. Пока руки Путина до них не дотягиваются, все будет в порядке. Да, держите от него подальше. Пока мы не поместим его у него под носом в России, можно быть спокойным за то, что ничего не случится. Ладно, допустим, у нас есть семена, но разве нужны только они, чтобы перезапустить цивилизацию? Нет, конечно, нужно куда больше. Мы живем в этой прекрасной биосфере, в которой есть так много того, что всегда находится в движении. Взять только растения, в частности сельскохозяйственные, которые мы едим. Для них нужны пчелы, нужны пылители, бабочки там, чтобы распространять пыльцу и продолжать цикл. Так что работы еще много, и надеяться только на себя невозможно, равно как и сидеть и наблюдать просто. Я видел одну серию Черного зеркала, где были дроны-пчелы, которые... А я не видела эту серию. В общем, сериал зовется Черное зеркало. Там нет хороших концовок. Но идея была хорошей. Типа, закончились пчелы, надо придумать что-то другое, например, дроны-пчелы. Кстати говоря, там продолжение должно выйти, где будут хорошие концовки, называться будет «Зеркало привилегий белых». Вместо черного зеркала? Чак, вот твое место за столом. Дела идут в твою пользу. Для Чака все должно быть о том, каково это — быть черным. Это только потому, что я живу в Америке. Правильно, именно так. Ладно, нам надо отойти на перерыв, но когда мы вернемся, мы обсудим еще кое-кого из подборки Дэнни Вашингтон. Узнаем больше о ней и о тех, о ком она писала в своей книге о пионерах науки. На старток. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.